Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля и вот продолжая разговор о фитофторе, я не могу не коснуться темы дождливой погоды. Потому что я только что сейчас рассказывала про то, что если вот вы заметили первые признаки, нужно обрабатывать томаты. Но что делать, если каждый день идет дождь? Ведь мы знаем, что обработав томаты, и если пойдет дождь, вот нас тоже сегодня передают дождь, потемнело уже, то все обработки на смарку. Вот я сейчас хочу дать вам один практический совет, который пригодится людям, у которых вообще уже крайняя ситуация. Потому что сейчас многие уже пишут, что у них дождливая погода сырая, что уже начались вот эти вот темные листья на пятнах, что нужно обработать, но дожди идут, и люди сидят один день ждут, второй день ждут, третий день ждут. Смотрите, для обработки, если вы будете обрабатывать системным, например, фунгицидом, то есть тем, про который я говорила, не бордовская смесь, а который проникает внутрь растения, и там закрепляется, он уже не смывается дождями. Для этого достаточно перерыв между двумя дождями иметь 2 часа. То есть везде пишут, если вы дождливую погоду хотите обработать, обрабатывайте сразу после дождя. Ну как, дождь же не может быть непрерывно целый день. Вот дождик пройдет, например, раз там, ну с утра прошел 3-4 часа нет дождя, потом опять начинает лить. И нужно сразу выбрать период, который после дождя. Вот только дождь прошел, ну там прошел минут 15-20, чтобы немножко подсохли листья, потому что если по мокрым листьям обрабатывать, концентрация препарата вот этого вещества, она снижается, делается менее концентрированной и может не, ну не сработать. Желательно по сухому листу. Если вы обработаете и до следующего дождя прошло 2 часа, пройдет, то этого достаточно, чтобы препарат в контакте с листьями, он проник туда, чтобы растение впитало его и оно будет работать. Ну, конечно, такие вот, такие обработки нужно делать только системными фунгицидами, такими, как вот есть и ридамил, голд, и полихом, оксихом, то есть более современными, не бордовская смесь. Потому что если бордовскую смесь накануне дождя, ну как только обработали, и пойдет через час или через 2 часа дождь, то скорее всего она смоется. Для препаратов контактного действия это неприемлемо. Вся эта известь смоется, потому что она еще будет не засохшая, влажная. Это вот именно про, я говорю, про современные препараты, которые из системного действия. И еще один совет, которым прибегают люди уж вот совсем в крайнем, в крайнем случае, когда растения явно болеют, когда ему нужна обработка, но когда дождь идет, вот дождь, дождь, дождь. Также выбирают промежуток какой-то, ну хотя бы час, хотя бы полтора часа, только чтобы нанести успеть. Вот у меня, видите, за мной вот эти томаты вот такими рядами. Если у вас, например, небольшой участок, ну некоторые высаживают же 40-60, человек обрабатывает вот этим средством и накрывает этот ряд, вот эту посадку полиэтиленовой пленкой. Даже если дождь пойдет сразу после этого, не через 2 часа, в пасмурную погоду томатам под пленкой ничего не случится, ну как, просто прям накидывают на эти томаты. Но там хотя бы эта жидкость не смоется, этот препарат, и он впитается в листья. Я вот много со многими переписываюсь, и некоторые спасаются только этим. Нам нужно добиться того, чтобы препарат с листом в контакте пробыли хотя бы 2 часа, а лучше всего, конечно, эта пленка, чтобы полежала, ну хотя бы до следующего дня. И даже если вы ее на завтра откинете, уберете, и будет снова идти дождь, то уже будет полдела сделано. Вот этот системный фунгицид, он проникнет уже в растения, в листья, туда попадет внутрь, и это уже не страшно. Вот эта пленка, она помогает многим. Ну потому что есть ситуации, когда дождливая погода, когда растения болеют, но дождь каждый день, и люди боятся, считают бесполезной обработку в дождливую погоду, потому что все равно все смоет. Это вот хорошо, мне невозможно прикрыть мои 2000 кустов, но если вы выращиваете для собственного использования там 60, 100 или 200, даже если они у вас в разных концах, вот в одном месте, например, там 2 рядочка, и в другом конце огорода 2 рядочка, но один день обработаете одни, а другой день обработаете другие, это все равно лучше, чем потерять весь урожай, чем не делать вообще ничего. Потому что даже если, фу, мушки какие-то, даже если фитофтора у вас частый гость, можно все равно вот как-то приспособиться, обойти вот эту и дождливую погоду, и все. И если у вас уже они в процессе, уже болеют, уже фитофтора пришла, то лучше всего сделать 3 обработки. Вот эти все фунгициды, у них же есть период ожидания, полмесяца нужно ждать до употребления в пищу. Поэтому вот сейчас обрабатывать самое время, лучше начать раньше обработки эти 3, чем позже. Когда еще нет спелых плодов, вот у нас, например, нет, когда плоды зеленые, когда еще до урожая далеко, сейчас самое благоприятное время, чтобы обработать вот такими жесткими фунгицидами на химической основе. Они предотвратят от заболевания, и потом, до наступления урожая, все это уже нивелируется, уже не будет их присутствия в томатах, и они не привезут вам никакого вреда. Вот даю вам 2 совета, или сразу после дождя, чтобы 2 часа выдержать, или если нету таких перерывов даже 2 часа, обрабатываем, накрываем пленкой, все. Иначе никак. Обрабатывать больные томаты нужно, если вы не обработаете томаты на фазе листа, когда у вас заболевание, то потом почернеют и все завязи. Все, до свидания. Эта болезнь такая, что если с ней не бороться, просто опустить руки, то, конечно, есть люди, которые по многу лет, ой, муха в глаз попала, не выращивают томаты из-за того, что фитофтора все сжирает. До свидания, пошла муху выгребать из глаза. Продолжение следует...